Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, который звучит так. А стоит ли делать выездную регистрацию, если на свадьбе не будут присутствовать родители? И вот прежде чем мы с вами ответим на этот вопрос, я бы хотела вам задать встречный вопрос. А для кого вы делаете выездную регистрацию? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Если выездную регистрацию вы делаете для своих родителей, то есть вы хотите показать этим моментом, что здесь и сейчас вы заключаете брак, тогда ответ очевиден. Ну а если выездную регистрацию вы делаете для себя, то здесь, по-моему, тоже вопрос очевиден. Давайте разбираться. Существует несколько видов выездной регистрации. Выездная регистрация а-ля ЗАГС, когда молодые заказывают ее для старшего поколения на своей свадьбе, чтобы всех, как говорят, не тащить в ЗАГС. Но сейчас выездная регистрация уже потихонечку отмирает, и на ее место приходит свадебная церемония. Так вот, свадебную церемонию сейчас пары уже делают не для того, чтобы заменить ЗАГС, а для того, чтобы еще раз прожить те счастливые и важные моменты своей жизни и поделиться ими с гостями, которые и составили историю их любви. Так вот, если вы выбираете второй вариант, ответ на вопрос, который я озвучила буквально минуту назад, тоже очевиден. Если выездную регистрацию вы делаете для себя, но по тем или иным причинам родители не могут приехать на свадьбу, регистрацию, свадебную церемонию делать нужно. Почему? Вы не только погружаетесь в те счастливые моменты. Во время свадебной церемонии вы можете произнести слова клятвы. Клятвы, которые в дальнейшем услышат ваши дети. Вы можете создать первую семейную реликвию, проводя объединяющие традиции. Вы можете сделать много всего того, что также наполнит вашу семейную историю. Но не забывайте еще о том, что все это, весь этот красивый процесс вы запечатлете на фотографиях, на видео. И даже если родители не приедут на выездную регистрацию или свадьбу, вы всегда сможете этот удивительный, прекрасный момент им показать. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Ну, вот такое вот получилось небольшое, но, на мой взгляд, очень информативное и важное видео. И если вы не понимаете, стоит ли вам делать выездную, если нет родителей, если они не приедут, ответьте, пожалуйста, еще раз сами себе на вопрос. А для кого вы делаете выездную регистрацию? А для кого вы вообще справляете свою свадьбу? С вами была Ирина Амурова. Хорошей вам свадебной подготовки. Пока-пока!